КОНЕЦ 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 Он ищет и счастье в высоте небесной, А во перед тобой блестит красной чересной, Где только есть любовь ищет обрядом счастье, Она живет везде, где сердце бьется страстью Она, где только есть любовь ищет обрядом шесть Она живет везде, где сердце бьется страстью В лесу, кто влюбленным был, счастливым душою Как напиток в жизни пил, говорил звездою Солнце наших не любовь, а в леске две мая Зажигает нашу кровь, как дыханье мая Жизнь любовь нам освещает, награждает счастьем И цветами просыпает, гонит мрак снегастым Ах, рук врага не идти, счастья не беги Частица чертов нас заключена подчас И сила женских чар в сердцах творит пожар Частица чертов нас припасила для вас Неравтразима сила женских чар Нашлась Зоя Владимировна, нашлась Анатолий Сергеевич, вы золото, неужели вешли к уме? Адресочек в кармане имеется Хозяйка, говорят, примилая старушка Так называемая баба Гаша Только телефона нет Может быть, сначала посмотрите? Да что там смотришь? Странный вы человек, Анатолий Сергеевич Мы эвакуированы, живем в школе По 16 человек в классе А вы, говорите, смотрите Да только в этой самой баба Гаша согласилась А я из этого табора хоть в сарай перееду А я, говорит, из этого табора хоть в сарай перееду Скажите, пожалуйста, до чего намучилась женщина? Подумать только 16 человек в одной комнате Чист цыгане Хоть в сарай, говорит, перееду А зачем в сарай, когда можно в такой комнате пожить? А что, Агафья Лукинишна, если этот коврик Да вот на эту стенку перевесить? Он, Борисовна, тут 30 лет висел Так пусть уж тут и висит А то начнешь перевешивать Всю красоту нарушишь А какова из себя эта новая жиличка? Тебе никто не сказывал? Ох, говорят, и интересная Кругом хороша А замужняя? Одинокая Что ж, Агафья Лукинишна, глядишь, приживется она у тебя А там, как фашистов побьют Петр Николаевич вернется с фронта Дело-то молодое Глядишь, она и влюбится в него Да за него, Борисовна, всякое пойдет Вернулся б только живой А знаешь что, Борисовна, давай мы ей сюда мой гардероб переставим Давай Женщина она эвакуированная Своей мебели не имеет Ну и пускай пользуется Кто здесь хозяйка? Я хозяйка Стрельникова у вас в какой комнате будет помещаться? В этой Благодарю вас Сгружай, ребята! Приехали Добрый день Разрешите познакомиться Оболенской Оболенской Очень приятно Давайте сюда рояль Какая у вас замечательная комната А чарова? А гардеробчик придется отсюда убрать Будьте добры Попа Дурак Попа Дурак THE DURAK Дурак Дурак И вовсе не дурак Он у меня даже по-французски разговаривает А он на учете состоит? На каком учете? На военном Вот возьми у собак Самые умные все на учете состоят Даже и паек получают Так то ведь собаки, а не птицы А глупые Почтовые все в армию, в зядины. А помни не берут, они глупые. А почему тебя не берут? А я маленький. А он старенький. А сколько ему лет? А вот мы сейчас его и спросим, пошли. Кузьма Теренович, скажите, пожалуйста, сколько вам лет? Да вы не скрывайте, Кузьма Теренович, тут все свои. Ну, Кузьма Теренович, скажите, сколько же вам лет? Шинятык! Тетя, а тетя, давайте поменяемся. Я тебе за одного попугая трех голубей дам. Двух ленточных и одного египетского. А что же я с ними делать буду? Как что, гонять будешь? Не умею. Да что ж тут не уметь, я тебя научу. Вот, смотри. Как, как? Ты язык, язык убирай. Шибче дуй, дуй шибче. Дорогуша моя, что же вы там делаете? Учусь гонять голубей. Зая Владимировна, а инструментик мы вам раздобыли. Шутите. Честное слово, вот он стоит. Послушай. Анатолий Сергеевич, вы гений, дайте я вас поцелую. Придется отложить обучение. Держите. Анатолий Сергеевич, это же просто... Только фикусы придется убрать. Они весь ряд загораживают. Коврик тоже, клопы разведутся. Место для занятий есть и... Кошка! Кошка! Вот так оно, Борисовна, всегда и плутится. Хочешь людям получше сделать, а выходит зря. Получайте, хозяюшка, ваши фикусы. Тридцать лет стояли, никому не мешали. Это все тот, в шляпе распоряжается. А вот сама переедет, небось обратно попросит, а ты им давай. Получите, хозяюшка, вашего котика. Он Зои Владимировне абсолютно не надобен. А вы, гражданин Зои Владимировне, ну не сваливайте. Вот она сама переедет, сама и скажет. Да что вы, хозяюшка, она уже здесь. Здесь? Может быть, в окошко влезла? Абсолютно верно. Именно в окошко. Ох, шляпа, шляпа. Что-то нас путает. Вот я к вам и приехала. Вы знаете, Агафья Тихоновна, вот я почему-то вас себе такое представляла. А я совсем, Даша, не Агафья Тихонова. Ой, как у меня нехорошо вышло. Значит, это вы Агафья Тихонова. Я, только не Тихоновна, а Лукинишна. Все перепутала. Вы знаете, Агафья, опять забыла. У меня просто какая-то болезнь на отчество. Позвольте, я вас буду звать просто Баба Гаша. А вы меня Зои. Нет уж, Зоя Владимировна, зовите меня лучше Агафья Лукинишна. Потому что я, если хотите знать батальонному командиру, а проще сказать майору, который вот здесь две шпалы носит, родная мать. Вы меня простите, пожалуйста. Я вовсе не хотела вас обидеть. То есть, я хочу сказать, я никак не думала, что во всяком случае я вас буду называть так, как вы считаете это нужным, Агафья Никитичична. Ну, за что же ты ее так оконфузила? А что же я такого сказал? Ничего особенного. А только прямо скажу. Не нравится мне, когда в окна лазит. А-а-а! Господи! Что же такое? Что у вас тут случилось? Вы не беспокойтесь, пожалуйста. Это мой попочка резвится. А-а-а! Ах, вот оно что! 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 Вы уж меня извините за беспокойство, но только я интересуюсь знать, что же это он у вас все время так орать будет? Не слишком ли смело вы взялись за дело и двали уместных спешить? Конечно, должны понять вы сами подобными словами меня легко смыть. Ах, браво, трудная задача эта, не чушь талант поэта, но все ж скажу. Скорей, мой, ворости, в роскошный муравьеварин, с тобою там вдвоем мы жизни рай найдем. В страну всю обойдешь, в свиньи прелестных не найдешь, спеши в приют родной, спеши со мной. Тебе скажу я вновь, мои мечты прикоснут, мне в домах милых зацепит черкоснутый двор. Скорей, мой, воростнив, в роскошный муравьеварин, с тобою там вдвоем мы жизни рай найдем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы ко мне, Агафья Никитична! К вам, именно к вам. Надо все-таки совести бить, Зая Владимировна. А что случилось? Ничего не случилось, а только у людей тоже нервы есть. Мысли мы и дел, три часа подряд одно и то же. Бороздин, 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 бороздин. Тьфу! Если у вас, Агафья Лукьянна, нервы не в порядке, то обратитесь к врачу, а мы работаем и не мешайте нам, пожалуйста. Шурик, пусти меня. Работаете. Постыдились бы говорить. Люди на фронте кровь свою проливают, жизни своей не жалеют. А вы что тут делаете? Эх вы! Так что же по-вашему выходит, хозяюшка? Все театры теперь нужно закрыть? Да кому они нынче нужны, ваш театр? Разве нынче до театров? Нынче, господа, хорошие война. Пляс отпал. Может, это и верно? Да бросьте вы правы. Выжила старуха из ума, вот и все. Давайте, товарищи, репетировать. В чем дело, Валя Сьяковлевич? Что у вас, руки отсохли, что ли? Давайте сначала. Прошу не смеяться, пусть будут... Простите, товарищи, можно сначала. Прошу не смеяться, пусть будут казаться смешными подобные слова. Но страсть беспредела мной вдруг овладела и словно в тумане голова. Не слишком ли смело мы взялись за дело? Едва ли уместно так спешить? Едва ли уместно так спешить? Что я имею в виду? УчастинскийSLAS С moetctive. Прошу не смеяться. Какая плавка, имела ли слеза, а это там выходная ПЕСНЯ И тебе, значит, Кузенька тоже не спится. Спи, глупенький, спи. Завтра у нас спектакль. Нужно быть свежим, бодрым, веселым. Стоит ли расстраиваться из-за какой-то глупой, злой старухи? У нее своя точка зрения, а у нас своя. Верно, Кузенька? Ну, что ж ты молчишь? Ну, скажи что-нибудь. Плесок пол! Зоя Владимировна, вы меня хотели видеть? Вот что, Диновь Александрович, я ухожу из театра. Что? Я ухожу из театра. Как так уходите? Я не понимаю. Ухожу. Совсем ухожу. Бросаю сцену. Так, так, так. Вот это новость. И... И чем же вы думаете заняться, Зоя Владимировна? Я еще не знаю, чем. Ну, во всяком случае, чем-то более нужным для войны, чем оперетта. Ах, так вот оно что. Вы говорите так, как будто война только что началась. Интересно узнать, какая такая муха вдруг укусила вас. У этой мухи есть совершенно определенное название. Она называется совестью. Скажите, пожалуйста, а у других, значит, совести нет? Очень может быть. И у меня, значит, нет? Может быть, и у вас нет. Спасибо, Зоя Владимировна. Не за что, Зиновь Александрович. Неужели вы сами не понимаете, что это унизительно? Сейчас, во время войны, выбегать каждый день на сцену, петь какие-то идиотские арии, влюбляться в какого-то графа Данилу или выходить замуж за цыганского барона. Зиновь Александрович, милый, подумайте, это же какой-то бред. У этого бреда есть совершенно определенное название. Он называется искусством, Зоя Владимировна. Искусство. Мы слишком часто прячем за этим высоким словом наши самые низменные чувства. А, впрочем, зачем спорить? Я решила, значит, ухожу. Заявляю вам об этом совершенно официально, как директор театра. Никуда вы, Зоя Владимировна, не уйдете. Заявляю вам об этом совершенно официально, как директор театра. И позвольте вас заверить, что то, что вы считаете каким-то особенным патриотизмом, на самом деле, самая обыкновенная бабья истерика. Спасибо, Зиновь Александровна. Не за что, Зоя Владимировна. Ну так вот, товарищ директор, истерика это или не истерика, я все-таки ухожу. А я вас не отпускаю. Это даже очень странно, Зиновь Александрович. Сколько лет мы работаем с вами вместе, и вы до сих пор не знаете моего характера. Уж если я что-нибудь решила, так будьте уверены, добьюсь даже в мелочах. Вот недавно я решила научиться гонять голубей. И, пожалуйста. Это потому, что я сейчас очень волнуюсь. Ну, погодите, я научусь свистеть так, что мне будут завидовать все мальчишки. Ах, вот что вас заставляет бросить сцену. Вы собираетесь голубей гонять? Может быть, это и остроумно. Но, к вашему сведению, голуби имеют огромное военное значение. Они вместе с собаками состоят на учете и получают паёк. Зоя Владимировна, приготовьтесь. Одну минуточку, Зоя Владимировна. А что, если мы вам построим голубятню за счёт театра? Может быть, вы тогда останетесь? Вы можете иронизировать и смеяться надо мной сколько вам будет угодно, но я твёрдо решила уйти. И нет такой силы, которая может меня заставить остаться в театре. Да. 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 Что за безобразие, товарищ? И кто это? Прости, товарищ Сайцев, я графин мимо тумбочки поставил. Ах, это ты, товарищ Марков. А я думал, опять няня Зоя. Ой, да чего мне надоели эти проклятые жмурки прямо рассказать. Чего они надо мной мудрят? Сначала сказали, что 5-го числа снимут повестку, потом 10-го. Наконец, сегодня. Вот сегодня с утра уж у меня было такое настроение, как будто у меня в кармане лежит билет на премьеру. Вы знаете, нянюшка, что такое премьера? Премьера это первый спектакль. И вот я, как дурак, думал, что сегодня с меня снимут повязку. Поднимется занавес и покажут мне мою любимую пьесу. Весь мир в красках. А вместо этого завели в темную комнату. Повердели перед глазами какую-то дрянь. А в тальмоскоп, наверное. Наверное. Я говорю, дрянь. То есть, говорят, не волнуйтесь, товарищ Марков. Вот видите, а вы волнуйтесь. А как же не волноваться? Очень просто. Умножайте. Что? Умножайте, говорю. В уме. Это я для себя придумала. Я ведь очень злая. Вы злая? Просто бешеная. А почему же вы никогда не злитесь? Умножаю. Как только чувствую, что начинаю сердиться, сейчас же начинаю умножать. Вот, например, 15 на 8. 120. Ой, как вы быстро считаете. Вам нужно обе цифры большие брать. Вот, например, 84 на 65. Считай, считай. 84 на 65. 5460. И вот, что вам я еще посоветую. Чем больше злиться будете, тем больше цифры берите. Вот вы посмотрите, как я завтра с главным врачом буду разговаривать. Я миллионы на миллиарды буду умножить. А я больше как до 2000 еще и не злилась. Ну, значит, вы по-настоящему злиться не умеете. Нет, злюсь-то я здорово, только вот считаю плохо. Слушайте, а ведь действительно хороший способ. Смотрите, я вот немножко поумножал и начинаю верить, что третьего числа с меня действительно снимут повязку. Конечно, снимут. Корабулина, корабулина. Товарищ тряк, очень плакал. Шепотом, шепотом, я шепотом. Сядьте. Вы нянюшка здешняя? Приезжаю. Ну, расскажите мне что-нибудь про себя. Нечего мне рассказывать. Работаю санитаркой, учусь на сестру, вот и все. А что до госпитала делали? До? Работала. Кассирша в универмаге. Ага. Что ж вы так плохо считаете? А я плохой кассирше работала. А, ну подождите, подождите. Ну, хотите, я вам что-нибудь расскажу? Что вам рассказать? Расскажите, за что вам орден дали? Ну, взяли и дали. Нет, серьезно. Вам было очень приятно. Очень? Видите же, знаете, мне было так приятно, что у меня даже были неприятности. Простудился. Было уж холодно, а я все в одной гимнастерке ходил, чтобы все орден видели. Няня! 250 на 635. Тренируетесь? Нет, злюсь, что вы ушли. Это что ж до утра будет продолжаться? Все шушушу, душу, шушушу. Все-таки, знаете, ночь, нянюшка. Простите, товарищи Ванов, больше это не повторится. Подождите. Куда же вы? Вам что-нибудь нужно? Конечно, нужно. Поговорите со мной о чем-нибудь, а? Разговариваться мои как-то с доктором. Военврач второго ранга, симпатичный такой. Скажите, говорю, доктор, что может ко мне что-нибудь от донора и перейти? Это, мол, я к тому спрашиваю, что есть такое выражение, это у него в крови. Ну да, есть, конечно. Так вот, представьте себе донор мой, барышня. Такая маленькая, блондиночка, с такими с этими кудельками. И хохотушка при этом. Хи-хи-хи да ха-ха-ха с утра до вечера. Это значит, что у нее уже в крови. И представьте себе, вдруг эта кровь попадает ко мне. И я, понимаете, ни к силу, ни к горду, ха-ха-ха, да хи-хи-хи. А мне, братцы, прямо скажу ни к чему, потому что я гвардии сержант. А то еще не такой случай может быть. Представьте себе, попадает кровь от какой-нибудь ривневой дуры. Ну, бывают такие. Не богу. У меня вот тот. Бывают, верно? Бывают. Вот, бывают, бывают. И представьте себе, вот мы с ним, как отелло, носимся по фронту с автоматом. Верно? Вот я и говорю, доктор, что вы мне на это скажете? А доктор, конечно, улыбнулся и говорит, ха, какую-то, говорит, вы чушь несусветную несете. Ну, это я, конечно, поблагодарил доктора за такой комплимент, но остался при своем особом мнении, потому что, думаю, кровь-то может мне не понадобиться. А здесь, братцы мои, случился такой случай. Ранила меня. Лежу это я в лозавете, открываю глаза, гляжу надо мной, военврач второго ранга. Говорит, глядите, как кровь действует. Щеки его прозавели, и в глазах, говорит, какой-то блеск появился. У-у-у, думаю, значит, они меня вкатили. Потому что до сих пор ничего у меня не блестело. А тут, глядите, блестит. Да, не иначе, думаю, как это от донора. Братцы мои, а думаю, донор-то может быть у меня артистка. Ты еще, глядишь, заслуженная, а? И появятся теперь у меня замазки заслуженные. У любви, как у пташки крылья и тому подобное. Но приятно, думаю. А доктор говорит, глядите, улыбается. Ну, поздравляю вас, молодец, выскочили. Может быть, желаете узнать, чья это кровь? Я говорю, доктор, желаю. Вынимает он записочку, читает. Город Пенза, Клеопатра Ивановна, Босеврюк. Братцы мои, как услыхал я это, Босеврюк, но худо мне стало. Доктор, говорю, выкачивайте из меня кровь, говорю, к чертовой матери. Умираю, говорю, доктор. Он, говорит, нельзя выкачать. Тогда, говорю, дай тебе какое-нибудь противоядие или еще чего-нибудь такое. Потому что донор это, это не женщина, это гремучая из меня. Да, братцы мои, хуже, говорю, это дракон. Потому что это, это женщина моя, родная тетя Клепа Испен. Доктор, говорю, у ней у одной злости на 10 тысяч человек хватит. Доктор, говорит, не знаю, сколько у нее злости, но должен вам сказать, что кровь у нее замечательная. И я бы на вашем месте послал ей письмо и даже в ножки поклонился. Ну, конечно, в ножки я к лайн-цвистам, а письмишко все-таки написал. И между нами, скажу, братцы мои, там доктор, чтобы не говорил чушь насчет моей теории, а я вам скажу, что моя теория, так точно. Потому как дорвался я до фронта, ох, и злоба была у меня до сих пор на немцев. Но тут, братцы мои, понимаете, до того развернулся. Луплю немцев направо и налево, тем больше пью, тем больше злоба вылезаю. И, поверьте моей совести, это не иначе, как злая кровь тетке Клёпа играет. Ну, факт, братцы, факт. Приезжайте почаще. Большое спасибо, товарищи. Большое спасибо. До чьи дамы спасибо большое. Товарищи, внимание, концерт продолжается. Сейчас выступит известный на весь мир индийский факир Вася Иванов. Факир Вася Иванов имеет известные отзывы от английской, парижской, жмеринской и других медицинских академий, а также лично от нашего врача Семена Семеновича Добровольцева. Внимание, товарищи. Сейчас факир Вася Иванов на глазах почтеннейшей публики проглотит шпагу. У кого есть шпага, товарищи? Смотри. Товарищи, как, ни у кого нет шпаги? Ни у кого? Глотание отменяется. Приходим к следующему номеру. Сейчас будет отгадание мысли на расстоянии в лихорадочном состоянии. Вася, в лихорадочном состоянии. Факир Вася Иванов, отвечайте, пожалуйста, что человек делает в публике, которую я взял за руку. Ну, не теряйте мысль. Думайте. Семь-восемь. А вдруг, Ман, Бурдулы, Канделябр. Факир Вася Иванов говорит, что человек, который я взял за руку, сидит на койке и глупо ухмыляется. Вот, прошу убедить. Ну, вот, что-то это просто. Ну, что-то из меня посмешище делать. В конце концов... Товарищ Бондаренко, ну, что вы обижаетесь? Это же шутка. Никто этого всерьез не принимает. Факир Вася Иванов, отвечайте быстро. О чем думает эта дама, которая смотрит мне в глаза? Чугурлы. Факир Вася Иванов говорит, что дама, которая смотрит мне в глаза, думает об одном человеке. Факир Вася Иванов, а о каком именно человеке думает эта дама? Чугурлы. Факир Вася Иванов говорит, что этот человек лежит в правом углу палаты у самого окна. Факир Вася Иванов, а как фамилия человека, о котором думает эта дама, которая уже не смотрит мне в глаза? Марков. Вуаля. Глупо. Глупо, неостроумно. В конце концов... Ну, как вам не стыдно обижаться, нянюшка, ведь это же шутка. Никто же этому всерьез не поверит. Вот это здорово. Что же, обо мне всерьез и подумать нельзя? Спасибо, няня Зоя. Все равно глупо. Ну, зря, зря, зря он нянечку обижается. Ну, Факир, темный человек. Ну, что с него взять? Чугурлы, помурлы как. Ну, вот теперь это обижается. Приходим к следующему номеру. Сейчас, Факир Вася Иванов. Со своим любимым переводчиком Исполнит национальный факирский талец. Маэстро, прошу. Одну минутку. Факир Вася Иванов, отвечайте быстро. Что хочет сказать военврач 3-го ранга Семен Семенович Добровольский? Холдер-Бурдар. Ага. Факир Вася Иванов говорит, что вы хотите сказать. Эх, Зайцев, Зайцев. Если вам разрешили встать с кровати, это не значит, что вы можете танцевать в факирский талец. Сеанс окончен. Факир Вася Иванович Добровольский талец. АПЛОДИСМЕНТЫ Это что же, экспромт? Нет, он давно на всех написал. И на товарища Маркова тоже есть? На товарища Маркова пока нету. На товарища Маркова должен настоящий поэт сочинять. Плохо мое дело. Кушкин умер. Лебедев-кумач занят. А лейтенант Тархов не может. Тогда я сочиню. Приготовились. Внимание. Готово. Товарища Маркова, окончательное извлечение имеется союзное омородное значение. Али? Знаешь, когда ты сочиняешь стихи, то как-то особенно остро начинаешь чувствовать, что Пушкин умер. Почему же? По форме это может быть несколько шероховатым, а по содержанию правильным. Так вот, товарищ Марков, второго числа мы снимаем повязку. На ночь Маркова положите в маленькую палату и попросите присмотреть за ним. Хорошо, доктор. Мне нравится мне его температурка. Хорошо, б в настоящий театр пойти. Вот я перед войною в художественном театре был. А че смотрел? Три сестры Чехова. Вот здорово играют. Обревелся. Да, вещь серьезная. А я больше всего оперу люблю. Пиковую даму семь раз слушаю. Нет. А я бы сейчас с удовольствием, знаете, в оперетку пошел. Надо быть внимательнее, я не знаю, я вас бить-то рассказал. Не знаю почему, я люблю оперетку. Красочно, музыка, посмеяться можно. Я уж откровенно говоря, даже однажды был влюблен в одну опереточную артисту. Без взаимности, конечно. Да нет уж, мы вам это не поверим. Нет, серьезно, без взаимности. Да какая же взаимность? Я даже с ней знаком не был, просто видел ее на сцене. А как ее фамилия? Ее фамилия... Секрет. Вот разлюблю окончательно, тогда скажу фамилию. Я, конечно, небольшой знаток, но, по-моему, второго такого голоса... И любопытная история. Вы знаете, голос одной из наших нянюшек срезвычайно похож на ее голос. Няня Зоя, можно вас попросить? Да. Сбегайте наверх, позовите сюда Аню. Пусть она нам тут тихонечко споет. Некогда мне по палатам шляться. Вообще... 162, хорошо, сейчас позову. 4х12, 48. 6х14, 84. 9х18. 162. 2, 8 на 52, 8 на 50, 400. 28, 8, 16. 416 получается безголосая курица. Няня Зоя, вы знаете, что сказал доктор? Теперь уж обязательно 2-го числа с меня снимут повязку, и я буду глядеть. Глядеть в оба. Сегодня у нас 12-е число, а в этом месяце 30 дней. Няня. Няня Зоя. Няня Зоя. В этом месяце 30 дней. 31. Ничего. Ну, значит, не через 20 дней, а через 21 дней. Через 3 недели, ну ничего, через 3 недели. Снимут с меня повязку, и мы с вами пойдем в театр. Ваш певица слушайте. Да что вам далось, эта певица? Нет, это все ни к чему. Это, вы знаете, хорошо, когда никого позади нет, ни жены, ни детей. Легче. Жить легче. Умереть легче. Так что не нужна мне никакая певица. Вы очень много говорите, товарищ Марков, у вас опять температура поднимется. Ой, кажется, уже поднялась. Ну вот, теперь мне 3-го числа не снимут повязку, и все из-за вашей певицы. Станет она на меня обращать внимание. Она, вы знаете, знаменитая артистка. Ее почти весь Союз знает. А я кто? Обыкновенный инженер, совершенно рядовое вещество существа. Тьфу, черт, существо! И совсем не рядовое. Вы на фронте сражались, орден получили. Мало людей, лучше меня сражались. Странный вы человек, товарищ Марков. Вот я на что и в огне не была, и ордена не имею. Я бы на вашем месте... Что бы вы на моем месте? Подошла бы к ней, все бы ей сказала. Ну что, что? У меня и слов-то таких нет. Слова все-таки, знаете, корявые и некрасивые. Да зачем ей красивые? Подумайте, товарищ Марков. Ведь это в театрах красивые слова говорят. Надоело ей, поди. Ведь ей, наверное, именно этих нескладных хочется, некрасивых. Только вы не волнуйтесь, пожалуйста. Вам вредно. Успокойтесь. Ну вот, как-то так. Рука на лбу, то кажется... Ой... Это вы... Как вы пели сегодня? Как я ухлопал? Вы видели? Все, я вру. Надо, чтобы вы были. Надо. Чтобы злоба была. Как это я без вас? Раз бы без меня и не надо умирать. А уж если умрешь, так захватить с собой побольше. А может быть, выжить? Вернуться? Пойти в театр? Слышь там музыку, пень? Вы понимаете, все прошло. Война, враги. И остались только вы. Ваш голос. Это вы, няня Зоя? Я, товарищ Марков. Что я, кажется, забредил? Ой, я никак в любви объяснялся. Что у меня плохо выходило, да? Нет, для первого раза ничего. Ничего. Если вы вот так придете к ней, скажете ей, она, наверное, тоже. Что? Если она не пустяка. Нет, она не пустяка, она ничего. Ну что ж, вот и хорошо. Все хорошо. И пули стал лучше. Сколько? 56. 56 на 8. 44. 44. Эх вы. 448. А-а-а. Няня Зоя. Действительно, няня. У вас, наверное, на лице борщинки такие хорошие. Подруга, дей моих суровых. Голубка, дряхлая моя. Может, вы где еще баю, баюшки, баю спаять? Я не пою. Я не умею петь. Вот вы выздоровеете. Встретитесь с ней, она вам споет. А теперь спите, товарищ Марков. В самом деле спать хочется. Можно выполнять. Выполнять. Есть. А-а-а. 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 А-а-а-а. А-а-а. 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 Товарищи раненые, позвольте передать вам горячий привет от 5 класса Б 81 школы имени Николая Григорьевича Чернышевского. А-а-а. Товарищи раненые, полчища фашистских варваров, вар вари, вар, вар... оп... Ну, этих. Говорил, не говори, варвары. Говори просто дикари. А то все фасонишь. А-а-а. Уж дикари истории совсем не подходят. Дикари очень даже хорошие бывают. Где ж ты, хорошие дикари? В Робинзоне Крузо, Пятница. Что, съел? Подумаешь, нашла одного. Так это на необитаемом острове. Там и людей больше не было. Фашисты не дикари, а вот именно варвары. И не перебивай, пожалуйста. Товарищи раненые, полчища фашистских варвар... Ой. Товарищи раненые, полчища фашистских варвар... Вот уже два года толчат нашу родную и девушку. Это вы, сестра? Нет. Это и я, товарищ Марков. Няня Зоя, у вас сегодня выходной. Зачем вы пришли? Я думала, сегодня второе число. Да. Второе. Но премьера не состоится. Отложена на десять дней. А почему же вы один, товарищ Марков? А, вот получилось сегодня письмо. Думал, что смогу его сам прочитать. Вот видишь, а ты говорил, я плохо говорю. Вот сверху дату стоит, 17 апреля. Апреля? Да. Ой. Да. А теперь самое главное. Наш класс решил подарить вам своими силами сделанный патефон. А наша изобретательская бригада изобрела из трех старых один новый. Давай его сюда, Генка. А еще забыла тебе сказать, дорогой Петенька, что пустила в наше зало жиличку. Говорили мне, что она хорошая женщина, а оказалась плохая. Сама она эвакуирована и артистка с попугой. Что, что? Что там неразборчиво написано? Нет, наоборот. Все очень понятно. Эвакуирована и артистка с попугаем. Целый день она в штанах ходит и в окошки лазит. Как будто никакой войны нет. С попугаем въехала и сама чисто попугай. Нет в ней ни совести, ни рассуждения. И одна только нахальная наружность. Ха-ха-ха и пыр-фыр. Что, что? Ха-ха-ха и пыр-фыр. Ну, ха-ха-ха, пыр-фыр. Корпус у него ногинский. Вся внутренность коломенская, кроме пружины. Пружина харьковская. Ага, землячка, значит. Я тэш харьковский. Пружина очень хорошая. Только вы ее больше 12 раз не крутите. Почему? А то она лопнет. Вот патефон. А вот иголки. 17 штук. А вот пластинок у нас нет. А что бы вы не подумали, что патефон плохой, мы принесли вам одну пластинку. Для пробы. Только она неинтересная. Тут у меня терпения не выдержала, я им все высказала. А с нее с бесстыжей, как с гуся вода. Что же теперь получается? Вы воюете, они песни поют. Твоя мама. Да. Это моя мама. Тут ж никакого сомнения нет. Это моя мама. Ведь она как рассуждает? Если ее Петенька на фронте, то уж тут весь мир должен на цыпочках ходить. И правильно. Плясать и распевать. Когда вы воюете, действительно не время. Здравствуйте, Агафья Лукиниша. И совсем не здравствуйте. А именно так. И только люди лишены... Готово. Тише, товарищи. Школа французского языка. Урок третий. Твагенруссу. Что ж, по-вашему, выходит, Басовой в артиллерию надо идти, так что ли? Так. А петь за нее вы будете? Петь будем после войны. Вот это здорово. Знаете, что я вам посоветую? Вот пойдите в любой театр и вечером перед началом объявите, что спектакль откладывается до окончания войны, потому что мы с Агафью Лукинишной считаем, что Петенька и Плясать сейчас несвоевременно. Вот посмотрим, что тогда с вами публика сделает, особенно военная. А что с вами говорить, когда вы ни черта не понимаете в искусстве? Я ничего не понимаю. Да ведь я... Что вы? Ничего. Только я хочу сказать еще очевидно, вы очень много в искусстве понимаете. Я не понимаю. Вот я не понимаю. Я не понимаю. Зато я люблю искусство. Ну, эх, Марков, Марков. Жаль, тебя с нами в саду не было. К нам шефы приезжали. Ну, просто прелесть. Изобретатели Патефона. А ты чего смеешься? Патефон честь по чести. А мы в ихнем возрасте только ломать умели. Жаль, только пластинок нет. Кто сказал, что нет? Няня Зоя! Да. Мы с вами поссорились немножко. Так вот, в знак примирения. Не в службу, а в дружбу. Там у меня внизу, в тумбочке справа, должна быть пластинка в конверте. Хорошо. Только вы смотрите осторожнее, не раздавите. Эта пластинка имеет для меня особую цену. Я ее с собой по всем фронтам вожу. Ну, что же вы? Что вы копаетесь, нянюшка? Я вам говорю, справа, внизу, справа. Сейчас, сейчас найду. Господи. Ну, дайте я сам. Сейчас, сейчас. Нашла. Только вы пыль смахните. А то, знаете, между этими самыми забивается пыль, и звук хуже, и пластинка быстрее портится. Вы подуйте, подуйте на нее. Только больше 12 раз не крутите, а то будут. Иголочку обязательно новенькую вставь. Разбила! Предупреждал же, черт возьми. Не нервничайте, пожалуйста, товарищ Марков. Ничего с вашей пластинкой не сделалось. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Ну если няня Зоя басом петь не умеет, то попросим артистку Зою Владимировну Стрельникову петь нам то, что она захочет Стрельникова? Доварищ Марков, значит, 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 когда вы спорили со мной, вы уже знали, что я, это я? К сожалению, нет, Зоя Владимировна, а то бы... Что, а то бы? А то бы я спорил с вами еще более резко, и хотя я ничего не понимаю в искусстве, но патефон от живого голоса, особенно вашего голоса, Я все-таки отличить могу Так что же, товарищи, попросим? Просим! Распевает и танцует весь ночной монах Судом моря ослепительных дней Для веселья здесь не надо ни вина, ни харт Песни век разгонит скуку серых дней Здесь вина не и уже роман Ничего, что пустый роман Здесь банкир любой поет И ничего, что денег нет Распатиться может песнею своей Ее подходит сразу тысяча людей Карамболина, карамболета, ты пылкой юности вечна Карамболина, карамболета, твоя любовь к тобой навек взята Улыбкой нежной, чуть-чуть небрежной, ты сердца каждого придешь Карамболина, карамболета, у ног твоих лежит бесстательный Париж Карамболина, 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 моя мечта Ты пылки у всех мечт, в тебе вся любовь моя Вся любовь моя, вся любовь моя о боже СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ 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 Я вот только так. Сверху пальто накину. Ну, что с вами сделаешь? Только смотрите, если опоздаете, то... Понимай, все понимай. Только береги себя, Петенька. Береги, мой родной. Береги. Обязательно, мама. Обязательно. В жилищке кланяйся. Ты уже не обижай, мама. Пусть уж в штанах. Салат завела. Соя Владимировна, спасибо, что пришли. До свидания. До свидания. Боже мой, неужели нельзя, что поезд хотя бы на минутку остановился? Петр Николаевич. Ой, как хорошо. Ну, говорите, говорите скорее, Петр Николаевич. Зоя Владимировна. Эх, Зоя Владимировна. Наверное... Кстати, мы скоро увидимся. Я к вам на фронт приеду. Это зачем же? Как зачем? С концертами. Ну, это совсем ни к чему. Как ни к чему? Вы же сами говорили. Ну, что ж, я говорил, что вы здесь нужны, а там вы никому не нужны. Вы не знаете. Подождите! Зоя Владимировна. А вот нужна. Зоя Владимировна. Зоя Владимировна. Прощайте, няня Зоя. Зоя Владимировна. Вот, и проводили. Проводили, Агафья Никитич. Знаешь что, Зоенька? Зови уж меня просто, баба Гаша. Товарищи бойцы Сейчас перед вами выступят Артисты музыкальной комедии Что? Они заранее Просят их извинить Если что у них не так гладко получится Дело в том Что они За последние две недели Дали свыше 70 концертов А самое главное Они только что пришли из Некрасова Это 45 километров И вдобавок ко всему Они уже 6 суток не спали Товарищи бойцы Вместо приветствия Артистка Зоя Владимировна Стрельникова Исполнит фронтовую песню Ночь темна Не видна небе луна Как усталый солдат Дремлет война Только в дари за рекой Где-то боец молодой Песнь поет и звучит Тихо она Только в дари за рекой Что с тобой Да вот 6 миллионов на 10 Помножить никак не могу Так ты ноль прибавь Пробовал Не получается Девушка помни меня Милая помни меня С фронта славных побед Жлю я привет Знаю я у окна Старая мать Вспоминая меня Старая мать Старая мать Или грусти обо мне И не горюй обо мне Возвратится домой Твой сын родной Что ты паникуешь? Я еще три такта могу спать Смерть летит пеленой Ночка темна Скорбай, скорбай Слушай, страна Помни, отчизна моя Помни, отчизна моя За тебя, твой родной На бой, на бой Помни, отчизна моя Помни, отчизна моя За тебя, твой родной На бой, на бой! Видал, что делается? Что скажешь? Скажу несколько слов. Вы, простите, солист? Лауреат всесоюзного конкурса исполнителей. Да. Тогда можно вас попросить? Сыграйте, пожалуйста, сигнал боевой сбор. Так, очень хорошо. Теперь, пожалуйста, еще раз и погромче. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Няня Зоя, передайте артистке Стрельниковой приказание хорошенько отдохнуть. Она для меня совершенно особую цену имеет. Я ее с собой по всем фронтам пронес. Может быть, увидимся. Тогда я очень долго, очень много буду с вами говорить. Ну, на счастье. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ